Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Сергеевич. Зовут меня Алексей. Кириллов Николай Александрович. Михаил Владимирович. Евгений Евгеньевич Костенко. А вас как? Ермаков Владимир Дмитриевич. Смотрите, мужики, у меня к вам такое предложение поучаствовать в новогодней викторине. Всего 10 вопросов. За каждый правильный ответ вы будете получать 500 рублей. Как вы на это смотрите? Положительно. Ну, завтра. Ну, конечно. Как вы на это смотрите? Давай. Это как в программе такси, да? Как заходишь, а не тебе бесплатно. Ну, можно так сказать. На помощь из аварии. Ну, что, как будто бы так. Поехали? Как зовут белорусского Деда Мороза? Как в Беларуси называют Деда Мороза? Как там, Бесик? Бесик, Бесик, Бесик. Говори, Бесик, 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 нет? Правильный ответ Зюзя. Зюзя, вот мы и значит не знали. Извините, мы не знали. Жители какой области Российской Федерации отмечают Новый Год позже остальных? Ну, Сахарин. Ну, это... Нет. Хамчатка? Нет. Где-то на юге. Область. А область? Какая область? Сейчас, подо... Ну, предел где-то Карабах, наверное. Корейцы. Нет, Российской Федерации. Вот где? Где? А вообще Корея, Южный Вьетнам... В России. Где в России? А, в Россию? Да. Вот позже все. Где Новый Год отмечают? В Казахстане. На Калининградской России. Правильно. Калининградской. Это потому что завоевали, когда наши деды и отцы немцев. Кёнигсберг. Да. Вот. Поэтому они самые крайние республики. Правильно. Какой город объявлен географической родиной Деда Мороза? Киев, наверное. И Сибирь, наверное. Ну, точнее. Город какой? А, город это сейчас... Великий. Кирсноярск. Великий. Великий. Новый Грод. Нет. Великий. 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 В голове лепится, не могу сказать. Подскажу. Великий. Устье. Правильно. Дурак, блядь. Говори. Говори. Подожди, ну знаю я. Говори. Устюк. Правильно. Великий устюк. Назовите жену снеговика. Снежинка. Нет, нет, нет. Вот есть снеговик, он мужского рода, а женского рода... Снежинка. Нет, нет, нет. Вот снеговик, только женского рода. Тоже снега, как называют? Тоже скульптура такая, можно сказать. Логика, да и удивительная. Снежная. Королева. Нет. Вот есть снеговик, а есть... Снегурыш. Снежная. Снежная. Морозская шолька. Снежная. Снегурочка. Нет, снежная... Баба. Правильно. Или баба. Правильно. Снежная баба, что ли? Правильно. Как называют часы, извещающие страну о прибытии Нового Года? Как называют часы? Ну вот Новый Год приходит. Ага. И как называют часы, которые бьют? Колокола. Вот Новый Год приходит. Вот все собрались. И 12 часов... Ой, 12 раз они бьют. Как вот эта бита, а в ней это, да? 12 раз они бьют. Ну. Кто бьет 12 раз? Какие часы? У них шариковые какие-то. Куранты. Правильно. Куранты. Правильно. Назовите родину Снегурочки. Не знаете? Это уже потом ее вызвали, да? Родина Снегурочки. Не знаете? Не знаю. Как? Снегурочки? Да. Не-не-не. Снегурочка. Это город. Город в Российской Федерации. Новосибирск. Какой город? Кос? Олышка. Нет. Кос? О-о-о. Артуринск. Скандинавия, нет? Нет. Позвай. Это в России. В России-то? О, ну, ну, это же, что-то там. Ну, называй, где ее назвать. В Сибири. Не знаете? Не знаем, нет. Кострома, правильно ответил. Кострома. Вот ты не знаешь. А ты знал. Назовите дворовых хулиганов жертву самого холодного времени года. Помогла? Нет. Дворовые хулиганы жертвы самого холодного времени года. Как называют? Дворовые хулиганы? Разбойники. По-другому. Не знаете? Да. Броники. Вот когда человек замерз, как его называют? Битняга. Мне бы сказал, но это всегда его отельщины. Как ты их называл? Дворовые хулиганы. Да. Тебя обули на паспорт. Ну-ка, рассказывай. Как ты их называл? Бомжоры. Нет. Еще как называл? По-другому как? Они тебя запинали там. Давай, расскажи. Как ты их называл? Не мусора. Отморозки, блин. Отморозки, правильно. Отморозки. А, да-да-да. Символ 2019 года какой? Год катали, год восемь. Год катали. Дракона? Фрю. Как? Фрю. А точнее? Свинья. Свинья. Верно. Поросок. Правильно. Вот это точно должен знать. Год кого 2019? Давай, давай, давай. Вас, ебаный. Ну, вот ваш. Наш год. Свинья. Правильно. Какая морковка может расти даже зимой? Не знаю. Феерс? Нет, я подскажу. Это из воды состоит. Лук. Да. Сосулька. Правильно. Сосулька, ебаный. Правильно. Которая на носу снеговика шла. Да. Не, не, не. Ну, вот она еще с крыш свисает. А, сосулька. Сосулька. Правильно. Они сюда накидутся. Назовите пять новогодних фильмов. Пять. Шарнавальная ночь. Вчера я дели. Мы вынесли с лёгким паром. Ага. Ёлки. С новым здесь. Ага. И это и все понятно. Ну, вот этот с Питером, с Москвы приехал. Так, как называется? Блин, вспоминаю. Я думаю, я судьбилец, да, с лёгким паром. Первый, еще четыре. Служебный. Роман. Иван Васильевич что? Иван Васильевич меняет профессию. Неужели? Три. Приключения Шулика. Так. Последний остался. Джентльмены. Удачи. Карнавальная ночь. Раз. С трёхим паром. Два. Дед. 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 Есть. Да-да, ребята, я чуть-чуть, я контуженный, бывает, забываю. Ну, понятно. Ну, вы фильмы какие-нибудь смотрели, вот, в Новый год? Смотрел, и много. Какие? Давайте, джентльмены. Удачи. Первый. Это не новогодний. Новогодний. Это джентльмены, нет. Это новогодний. Новый год показывает. Потом операция. И другие приключения Шурика. Есть. Служебный. Романс. Нет, я... Иван Васильевич. Меняй, профессион. Ой, блядь, где моя башка? Понятно, заказали. В общем, ладно, зачитаю вам. Ирония судьбы или с легким паром. Раз. Раз. Дальше называй. Потом это сама. Служебный роман, два. Подождите, не гурочка. Это сказка детская. Тоже считается. Читайте, да-да-давай-давай. Служебный роман, три. Служебный роман, три. Дальше называй. Еще два. Еще два надо. Так, еще два, сейчас. Иван Васильевич меняет профессию. Так, они новогодние, блядь, и че? Новогодние. Нет, показывают, показывают. Всегда показывают. А, я думал, где Новый год присутствует. Пятую, давай, пятую говори. Как же Нового года не присутствует. Так, пятую, пятую, пятую. Джентльмены, вот дать. Нет, нет. А, ну точно, они там на Новый год. Шампанское. Это подсказка была. Давайте еще. Деточка, а вам не кажется, что ваше место упоражено? Подсказка была. Еще один давайте. Так, сейчас. Ну, бриллиантовая рука, может быть. Ну, советские комедии все показывают. Ну, кинзаца, может быть. Нет, кинзаца. Или бриллиантного рука. Бриллиантного рука. Операция. Операции, да. И другие пути. Если я встану, ты ляжешь. Это все советские комедии. Мы же вырасти на советских фильмах, ребята. Вы что? Итак, вы правильно ответили на пять вопросов и получаете две с половиной тысячи рублей. Добавил. Так сказать, вам подарок на Новый год за вашу интеллектуальную развитость. Удачи вам. Спасибо. Вы ответили правильно на два вопроса и получаете за это тысячу рублей. Ну, спасибо. Поздравляю вас с Новым годом. Спасибо. Конечно, было бледче. Если бы я выиграл, тогда бы пять. Ну, тут как уже. Итого, вы правильно ответили на три вопроса и получаете полторы тысячи рублей. Спасибо. Возьмите. С Новым годом вас. Поздравляю вас. Итак, вы правильно ответили на четыре вопроса и получаете две тысячи рублей. Поздравляю вас. Благодарю вас. Мы поздравляем вас всех с Новым годом. Спасибо за ту возможность, которую ребята пришли. Мужики, вот вам. Чисто сердце. Жека, ты смотри. Вот. Восемь. Восемь правильно. Вы только между собой-то попилите. Да, хорошо. Четыре тысячи. Поздравляем с Новым годом. Пускай у нашей страны, у наших людей и у всех людей, в каждой семье, в каждом доме будет счастье, будет веселье и будет счастье. Мы вам желаем. Спасибо, ребята. С Новым годом вас. С Новым годом. Дорогие россияне. Поздравляем вас. С наступающим Новым годом. Желаю нашему народу всего хорошего. Занятие все на все высшие. Чтобы никто не болел. Чтобы никто не остался на улице. Чтобы друг друга выручали. Чтобы неизгоды отходили вас стороной. Не хватайте. Любимые будьте любимыми. С больших успехов, людей и жизни. Дай бог вам всем здоровья. С Новым годом у всех. Всего вам хорошего. С Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова